С 12-й главы послания к Римлянам Павел делает заключительную часть этой книги, где призывает к новой жизни, к практической жизни на основе тех наставлений, которые не познали в любви к Господу. Эта глава начиналась тем, что, помните, первый стих в 12-й главе, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте себя всю вашу жизнь Господу, милосердием Божьим. Бог вам так милосердит, Бог проявил к вам незаслуженную милость, Он отдал себя в жертву за ваши грехи, чтобы вас спасти, поэтому взаимно свою жизнь Господу посвятить. И говоря об этой жертве, о жизни, посвященной Господу, Павел пишет о жизни, которую мы отдаем, служа друг другу. Он говорит, какие бы мы ни имели дарования, различные дарования, Бог дал нам эти дарования каждому из нас, подарил нам эти подарки от себя, как способности друг другу служить, чтобы мы друг другу служили. Когда мы служим друг другу, когда мы приносим ту жертву, которую Бог от нас ожидает, жизнь, посвященную Ему. И вот в продолжении этой темы о том, как мы можем свою жизнь Богу посвящать, и как это проявляется в жизни, с 9 стиха этой главы читаем дальше. «Любовь, любовь, да будет непритворна». Непритворна, значит, искренне. Вообще, все верующие, верующие Рима знали, что Бог заповедает нам любить, любить друг друга. Но иногда мы можем эту заповедь Божью выполнять так, что, ну, как бы только внешне, или показывать, что мы любим. И Павел об этом говорит, что, братья, мы должны не просто делать вид, что мы друг друга любим, да? А мы должны реально друг друга любить, и это должно быть видно в жизни. Вот непритворно, или как бы, притворный, притворный, это слово использовалось, когда говорилось о человеке, который играет роль в театре. Он притворяется, он играет роль. Так вот, церковь – это не театр. Мы не пришли, давайте сыграем роль, как мы друг друга любим. Это не имеет смысла, это не имеет ценности. Мы должны любить по-настоящему, и от сердца искренне, и это должно проявляться в жизни. Мы должны хотеть так поступать и так жить. Любовь, да будет непритворно, отвращайте зло. Это слово «отвращайтесь» можно также привести «ненавидьте зло». Имейте к нему отвращение, его ненавидьте. Так, чтобы от него, как бы, чужаться, отворачиваться. Любите искренне, но также имейте ненависть или отвращение к злу, к греху и в своей жизни, и в жизни других. Не желая веих грех. К чему-то привлепиться. Прилепляйтесь к добру, буквально приклеитесь к добру. Греховный образ жизни должен вам быть мерзок, и вы должны от него отвратиться. Потому что правильно перед Богом, верно перед Богом, что является добрым в глазах Божьем. К этому привлепитесь, чтобы оно было и вашим частью жизни. Снова стих 10. Снова о любви. Ну, вообще, любовь – это будет центральная тема в этих наставлениях о практике жизни. Любовь в разных проявлениях. Стих 10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вообще, здесь говорится о братолюбии, или о любви, которую имеют, как в семье. Как в семье они друг друга любят. И там есть, ну, не просто добрые поступки, там есть что-то такое вот очень чувствительное, есть нежность. И пусть эта нежность будет между вами. Пусть эта любовь, ну, вообще, слово нежность кажется, ну, или это проявление нежности кажется все меньше и меньше в жизни, или в обществе. Люди, люди в мире вообще становятся, ну, очень злыми, агрессивными. И, ну, кажется, мы должны радоваться, если нас там не ударили, или нас не оскорбили, это уже хорошо. Но, но говоря о том, что быть нежными, быть очень тактичными, практически нет, нет в обществе. И это влияет где-то на церковь, церковь тоже теряет нежность. Когда мы, вот, Гав, в последний раз, мы проявили нежность в любви. Это говорится о брату, брату, сестру, сестре. Даже снежность, похоже, уже говорится об уважении, в почтительности, в почтительности это уважение, почитание. Друг другом предупреждаете, или, может, даже опережаете. Старайтесь первым проявить уважение друг к другу. Старайтесь показать другому, как нужно уважать другого. Уважайте, почитайте, не себя почитайте, а брата. Брата завышего из себя. Стих одиннадцатый. В усердии не ослабевайте. И вы почти весь духом пламенеете. Господу служите. Вот призыв, тройной призыв, идея, горите для Господа. Будьте посвященными Господу. Вот это вот усердие, пламенение, это для Господа. Не будьте просто, ну, нерадивый христианин. Христианин, которому, ну, все равно, полезен он Господу или не полезен. Использует его Господь или не использует его Господь в жизни. Служение. Господу служить. Помните, в одной из притч Христос говорит о том, что когда Он придет на землю, и будут люди, которые думают, что они христиане, и окажется, что Иисус говорит, я не знаю вас, или я отойди от меня. Или вот фраза, помните, лукавый и ленивый раб. Помните, как рассказано было человеку, который получил от Господа талантом, или какое-то дарование, и его зарыл. Он говорит, Господи, ну, вот я тебе твое отдаю. Просто я вот так переживал, что я его якобы неправильно буду использовать. Он говорит, лукавый или не мирал. Христианин не может быть ленивый для Господа. Это как бы, ленивый христианин, это что-то здесь лишнее в этом словосочетании. Или христианин лишнее. Ленивый, не христианин, это хорошо. Такое и может быть. Но христианин, он не ленивый. Господу служите, будьте посвященными. Утешайтесь надеждой. Скорби, будьте терпливы. В молитве постоянно. Ну, вот тройное наставление, центральная идея, что есть скорби, которые мы переживаем. И мы должны их переносить. Скорби есть. Кто-то болеет, кто-то имеет какие-то нужды, бедность, кто-то имеет какие-то огорчения, кого-то где-то не почитают или обижают. Есть скорби. Но скорби для нас будут переносимы, если мы утешаемся надеждой, если мы знаем, что, Господь, не вся моя участь, это только скорби. Это временный период здесь, на земле, который скоро завершится, если я буду верен Тебе, Господи, утешением, Господи, пребыванием с Тобой, когда не будет ни слез, ни разочарований. Если мы имеем надежду, то эти скорби для нас будут преодолимы. Мы их с терпением пройдем. Мы их пройдем не только с терпением, а вот как бы на колени или с молитвой. Потому что это самый, может быть, сильный мотиватор, который нас склоняет на колени. Когда жизнь, кажется, не улыбается, а наоборот нас где-то приносит нам ограничение. Мы стоим на колени, Господи, и ищем поддержку. Но здесь, даже если жизнь улыбается, все равно в молитве будьте постоянны. Всегда молитесь. Стих тринадцатых. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. В нуждах святых. Святые это твой и мой брат и сестра во Христе. Мы святые во Христе. Не те святые, которые на небесах. Их не нужно уже Господь покрыл. А те, которые вокруг нас, рядышком. В нуждах святых принимайте участие. Это наши общие нужды. Это не только его нужда. Это и моя нужда. Если мне есть чем эту нужду покрыть, сделайте это. Мы как в семье. Нужда брата это моя нужда. Я не закроюсь и скажу, что решай сам. Принимайте участие. Отдельно, как вариант, как принять участие в нуждах святых. Говорится о странноприимстве. Не о гостеприимстве. А о странноприимстве. Странноприимство тоже может быть гостеприимством. Но гостеприимство это более широкое. Это когда мы принимаем просто гостей. И эти гости могут быть не странниками. Просто мы позвали какой-то величинкой. Или просто хотим пообщаться с друзей наших. Мы вместе накрыли для них стол. И нам приятно. Сегодня мы их пригласили. Аборбизаторы не нас пригласят. Но странноприимство это немножко другое. Это когда, особенно в те времена, когда какие-то верующие путешествовали. И скорее всего, это связано было со служением проповедники. Переезжали, может быть, с одной церкви в другую. И ты можешь его не знать. Это не тот гость, который ты знаешь, что ты друг, и ты его зовешь. Ты можешь его не знать. Но ты знаешь, что это Божий человек. Ему нужен человек, ему нужно кормить. И ты его принимаешь. И больше ты его принял. И он пошел дальше. И нет никаких оснований думать, что тебе возвратиться. Что он тебя когда-то примет. То есть ты просто делаешь ради Христа. И ради брата, которого даже ты не знаешь. Ревнуть. Но здесь больше поражает не то, чтобы иметь странноприимство. Хотя я, это уже важно. Ревнуйте, мне больше поражает. Даже буквально, возможно, привести, как будто бы, гонитесь. Вот появился странник, кто первый его примет. Ревнуйте. Да, соревнуйтесь. Желайте. И с большим ревением это сделать. Ну, дай Бог, чтобы была такая конкуренция. В кавычках. Такая ревность. Ревнуйте. Насколько это должно быть у вас ценным, что вы хотите этим послужить. Иногда приходилось мне принимать странников, путешествующих братьев, сестер. Иногда меня принимают как странника. Этой ночью я ночевал не у себя дома, был в Виннице, по служению. Задержался дольше, чем когда уже не было автобусов. Ну, я знал, что задержусь дольше. Меня одна семья приняла, очень хорошо приняла. Они живут за городом. Ну, да, большой дом, но гостиинприимство, это не размер дома, это размер сердца. С дома молитвы забрали машину и привезли, дали ночлег, накормили, завтрак отвезли на автовокзал, дали еще какой-то подарок. Ну, где-то увидел, что-то такое уже здесь написано, вот ревнуйте. Когда люди ради Господа хотят послужить. Вообще, может быть, немножечко в сторону отойду, ну, не в сторону, а паузу сделаю на эту же тему здесь, на тему любви, которая проявляется. Любовь, она проявляется. Вот, где-то в наш век с этими карантинами мы стали больше технически вооруженными, используем, хорошо, используем разные там возможности связи, интернет, может быть, ну, знаете, это все хорошо, но есть одно но, одно большое но. Вот, через интернет нельзя проявить страноприимство, невозможно, через интернет ты не накормишь брата и он тебя не накормит. То есть, ну, это какая-то возможность для какого-то, может быть, минимального контакта есть, но это не дает возможности близких отношений и близкой любви. Поэтому, ну, нельзя только на этом остановиться или только на это перейти. Бог желает, чтобы мы были близко, чтобы были отношения, нужно быть близким. Нужно быть как в семье. Давайте стих 15. Вот тоже здесь говорится о близких отношениях. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это сочувствие или какие-то сострадания. То есть, когда я близко и я чувствую, что брата лица переживает и мое сердце как бы в унисон, отвлекается, имеет те же эмоции. Если у него радость, потому что какой-то успех, мне радость за него. И рад, что у него так все хорошо. И не хочется вместе с ним порадоваться. И здесь наоборот, когда говорится о страданиях или о трудностях. Плачьте с плачущими. Когда плач, плач горе, плачьте с плачущими. Это означает, поплакать с плачущими, это означает прийти к ним. Это означает близко бы с ним.